Мусорная площадка Маленьким, который в полном одиночестве бродил среди помойных куч. Беспомощного пушистика с почти слипшимися глазами заметили добрые люди. Он был передан под опеку зоокураторов Татьяны и Анастасии, а они в свою очередь перевезли котёнка в ветеринарную клинику. Там ему промыли глазки. Он открыл их и оказался настоящим красавчиком. Малыша назвали Славиком. Ему едва исполнилось полтора месяца, он был очень слаб и худ, а в его организме буйствовала инфекция. Было ясно, что ему придётся много времени потратить на восстановление и лечение. Славик остался жить в стационаре, ветеринары боролись с инфекцией, ухаживали за котёнком, кормили и общались с ним. Юному пушистику было очень скучно целыми днями сидеть в клеточке из стационара, поэтому иногда его выпускали размять лапки и побегать. Время шло, Славик рос и становился всё краше. Но болезнь всё никак не хотела отступать. Котёнок, несмотря на это, вёл себя очень озорно и активно. Любил играть и общаться с посетителями. Радостно морлыковал, когда его брали на руки. Такому пушистому комочку срочно были нужны хозяева. Когда Славик наконец выздоровел, зоокураторы начали поиск подходящих ручек для него. Котик вырос в стационаре, в довольно необычных условиях, так что нужны были люди, которые с пониманием отнеслись бы к особенностям его поведения. Он ведь никогда не жил в квартире, толком не знал, где его местечко и не имел постоянных хозяев. Вскоре такие люди для Славика всё-таки нашлись. Первое время в новом доме он вёл себя очень осторожно. Такая большая и неизведанная территория. Не сразу у молодого кота сложились отношения с лотком, но хозяева всё поняли и проявили необходимое терпение. Сейчас у Славика всё прекрасно. Он счастлив рядом с людьми и уже точно знает все правила поведения в доме. Когда-то он был ненужным котёнком с мусорки, а теперь – любимый питомец для чудесной деятельности.